Данные соревнования впервые включены в календарь первой областной спартакиады детей-инвалидов, а значит ее призеры смогут попасть в сборную команду Курганской области по легкой атлетике. Она примет участие во второй всероссийской летней спартакиаде детей с ограниченными возможностями. Но до этого пройдут отдельные соревнования по всей России. Зимний сезон начнется с чемпионата страны по легкой атлетике лиц с интеллектуальными нарушениями в Санкт-Петербурге. Продолжится в Саранске. Там же параллельно пройдут первенства и чемпионаты среди людей с ограниченными возможностями слуха и зрения. Фактически порядка трех-четырех стартов будет до главного события спартакиады летнего. У нас не у всех есть календари. Есть региональные соревнования, а соревнований масштаба, например, Уральского федерального округа или окружного масштаба какого-то другого у нас, к сожалению, нет. То есть у нас сразу же с областных соревнований идет выход на спартакиады, первенство России и чемпионаты России, соответственно. За право попасть в областную сборную и участвовать во второй всероссийской спартакиаде детей-инвалидов на этот раз боролось 150 участников. Только на дистанции спринт было 24 забега. Это воспитанники Варгашинской и Веденской школы-интернатов, представители Каргопольского района, Шумихи, школьники из поселка Лебяжье, 25-й Курганской школы, 11-й, 12-й и 16-й шадринских специализированных школ. Надо сказать о том, что, может быть, не все, да, тут есть и новички здесь, но из представленных участников здесь есть члены сборной команды Российской Федерации основных и резервных составов. То есть это так, объективно, то есть практически, вот если мы возьмем, за исключением спорта пода, практически во всех, то есть по спорту глухих есть такие дети, в спорте слепых, в спорте лин также есть такие дети, представители сборной. За два часа соревнований их участники, девушки и юноши показали свои физические возможности в беге на дистанции 400 метров, 60 метров и на 1500 метров. Кроме медалей и грамот в личном зачете команд победительниц, собравших наибольшее количество очков, ждали поощрительные кубки. Данные, например, вот вид легкой атлетики, он даст возможность тренерам оценить возможности спортсменов для формирования, значит, в спартакиаде второй всероссийской, которая состоится летом в июле месяце, для формирования сборной, то есть оценить возможности детей, может быть, где-то подтянуть их в физические кондиции. По результатам соревнований больше всего шансов поехать в Чувашскую республику, в город Новочеркасск, в июле на Всероссийскую спартакиаду появилось у спортсменов с ограниченными возможностями из Лебяжевской, Варгашинской школы интернатов, Хурганской школы интерната номер 25 и Шадринских специализированных школ номер 11 и 12. Дети из этих образовательно-воспитательных заведений заняли больше первых призовых мест, чем другие участники. Марина Богатырева, Елена Швецова по материалам информационного портала Шадринфо.